В далеком 1974 году Стивен Хокинг заявил, что черные дыры со временем полностью испаряются. Согласно его теории, черные дыры не являются абсолютно черными и испускают частицы. Данное излучение, как считал физик-теоретик, медленно, но верно лишает черные дыры достаточного количества массы и энергии, что приводит к их неминуемому разрушению. В те годы эти идеи были приняты в штыки, но сегодня едва ли найдутся ученые, которые были бы не согласны с теорией Хокинга. Парные частицы Для простоты понимания дальнейшего материала я напомню, что черные дыры обладают невероятно мощной гравитационной силой, и даже фотон, движущийся со скоростью света, не может вырваться из-за горизонта событий. Большинство воспринимают космический вакуум как нечто пустое, но квантовая механика говорит о том, что вакуум кишит виртуальными частицами, которые представляют собой и пары частиц, и античастиц. Виртуальные парные частицы регулярно взаимоуничтожаются, потому что контакт вещества с антивеществом приводит к аннигиляции. Это продолжается ровно до тех пор, пока рядом с ними не появляется черная дыра. Одна из частиц, или античастиц, оказывается поглощенной, как в случае с фотонами, а вторая улетает прочь. Поглощенная частица обладает отрицательной энергией, которая уменьшает энергию и массу черной дыры. Те частицы, которым все же удалось улететь на безопасное расстояние, называют излучением Хокинга. То есть, черная дыра сама по себе ничего не излучает, но она расходует энергию на то, чтобы катапультировать одну из частиц виртуальной пары. Что-то вроде гравитационного маневра на уровне квантов. Излучение Хокинга довольно слабое, и наши современные приборы не в силах его зафиксировать в масштабах Вселенной. Однако в лабораторных условиях креативные физики все же смогли доказать существование излучения, создав модель черной дыры. Карманная черная дыра. Команда израильских физиков, которой руководил Джефф Штайнхауэр, использовала чрезвычайно холодный газ, называемый конденсатом Бозе Эйнштейна, чтобы смоделировать горизонт событий черной дыры. Вместо виртуальных частиц использовались пары фотонов, идущие через поток газа. В итоге ученые наблюдали, как один фотон затягивала модель черной дыры, а второй фотон стал отдаляться от нее. Фотон, захваченный искусственной черной дырой, двигался со скоростью света, но не мог покинуть горизонт событий. Его пара при этом отдалилась от черной дыры и продолжила путешествие, прокомментировал исследования Джефф Штайнхауэр. Современные эксперименты, но с участием звуковых волн вместо фотонов, вновь подтвердили существование излучения Хокинга. Получается, что Стивен Хокинг в деталях предсказал поведение частиц, которые сталкиваются с черной дырой. У этого гения в мозгу была целая вселенная. Заглянуть за горизонт событий. Слышали о таком явлении, как квантовая запутанность. Это квантомеханическое явление, при котором квантовые состояния двух или более числа объектов оказываются взаимозависимыми. Виртуальные частицы, столкнувшись с черной дырой, обладают взаимозависимыми состояниями, а значит та частица, которая смогла спастись и улететь, продолжает хранить информацию о состоянии ее пары, которую поглотила черная дыра. В теории, обнаружив частицу, которая потеряла свою пару в черной дыре, мы сможем узнать о том, что происходит за горизонтом событий. Это в чем-то похоже на восстановление информации с отформатированного жесткого диска. Можно предположить, что черные дыры как бы занимаются резервным копированием вселенной, но не будем заходить слишком далеко, а то вскипит мозг.